Всем привет! Девочки, у нас утро раннее, мои спят, и я перекрасила себе лак, у меня сегодня такое голубое настроение. И воспользуюсь моментом, сниму как раз видео о комплектах. Начну я с комплектов, которые появились у меня благодаря обмену, и дальше уже пойдем. Вот такой комплект Соникса. Очень мне нравится, вот абсолютно совершенно в моем вкусе. Я носила его уже не раз, и носить буду. Вот такой. Он не крупный, как я люблю, но такой средний. Но черный, сами понимаете, это мое все. Так, девочки, вот такой комплект с бирюзой. Тоже обмен. Вот такой, очень лаконичный, очень простая форма. Я такую люблю, мне очень нравится. И сегодня очень часто я буду повторять слово «очень» в этом видео. «Он крупный» за счет вот круга, формы. Здоровский комплект. Так, еще один комплект по обмену, и все, по-моему, да, будем заканчивать. Да, это вот такие туканы. Признаюсь честно, комплект вообще не в моем стиле, в том плане, что носить я его, конечно, не буду. Но, хотя кто знает, знаете, но пока, по крайней мере, точно нет. Но он мне очень нравится. Это модель была изготовлена для выставки. Если я сейчас ничего не напутаю, она не массового производства. Здесь вот кошачий глаз, и вот лапки, и глазки туканчиков тоже такие фионетики, крохотные. Мне очень нравится. Он необычный, здоровский, но такой, ну, классный вообще. На перламутре вот эти туканы. Так, сейчас мы их аккуратненько сюда. Так, следующим я покажу уже комплект подарок свекрови. По обмену комплекты у меня закончились, да. Закончились. Подарок свекрови. Она преподносила этот комплект для, не для, а марияшки дарила. Но марияша, он велик, конечно. И пока он лежит у меня, не в марияшиных украшениях. Я его не ношу, ни разу не надевала, надевать не планирую. У меня нет такой привычки носить чужие подарки. Даже не то, что чужие, мышка моя. Но просто, да, как-то. Лежит пока, ждет своего часа. Марияша подрастет. Это изумруды, фианиты. Свекровь приобретала его в Москве. Что-то там очень давно. Вот. Ну, красивый комплект. Так, девочки. Вот этот комплект с перламутром и с гелиотисом я оставила себе. Один ушел. А вот этот у меня. Так бликует. Вот. Здесь очень крупная подвеска. Очень крупная. И вот такие серьги. К сожалению, нет кольца у этих комплектов. Они идут без кольца. Это какой-то бренд. Я сейчас не вспомню. Но это не просто украшение. В смысле, которое можно приобрести. Можно, конечно, приобрести. Но в том плане, что это какой-то там бренд. Что-то там такое. Девочки, покажу вот этот комплект свой с корундами. С искусственно выращенными рубинами. Вот. Если кто помнит, я сережки вот эти приобретала в Тбилиси. Это 875-я проба серебра. Они шли автономно, без кольца. Кольцо мне сделал Мурат. Мне повезло прикупить вот корунду. Ой, ой-ой-ой. Такого же оттенка, как серьги. Чуть другой формы. Он более вытянутый. Но Мурат мне абсолютно повторил. Вот. Абсолютно повторил модель. И если, например, не говорить, не знать, что кольцо сделано в наши дни, скажем так, то он никогда не догадаешься. Вот. В общем, Мурату, конечно, в очередной раз огромное спасибо. Не устану повторять. Не устану благодарить его за его золотые руки. Так, девочки, потом я покажу вам вот этот комплект. Я не знаю. У меня ассоциации четкие. Вот. Ну, с такой российской тематикой, русской. Меня в этом переубедить невозможно. Я имею в виду вот этот. Тоже очень он мне так приятен. Ну, во-первых, шарики. Во-вторых, расписные шарики. Это вообще нечто. Здесь уже идет и подвеска, серьги, кольцо. По-моему, здорово. Тоже я его уже надевала один раз. С огромным удовольствием. Так, следом, что же мне показать? Давайте я покажу вам вот этот комплект. Крупный. С ювелирным стеклом. Вот. Вот такой. Девочки, кстати, я так думаю, что мне надо, наверное, показать вот этот комплект Мегрибанхану. Почему? Потому что я так подозреваю теперь, что это, скорее всего, индийское тоже украшение. Если я не забуду, я его в субботу с собой захвачу. И посмотрим, что скажет нам по этому поводу Мегрибанхану. Ну, вот такой. Он очень крупный, очень-очень здоровский. На мой взгляд. Так, что у нас дальше, дальше, дальше. Сейчас посмотрим, что же мне дальше вам показать. Так, дальше, наверное, я покажу вот этот комплект, который у меня появился благодаря Гюле. Гюля покупала его себе. Покупала в Тбилиси, в нашу с ней совместную поездку. Меня этот комплект просто заворожил. И спустя какое-то время он стал моим. Вот так это выглядит. Очень красивый комплект. Единственный момент, что здесь на подвеске есть вот такой вот... Вот видите? К сожалению. Поврежден немного. Ну, так как я с подвесками особо так, спокойно, то и быстро буду ходить, не заметят, я думаю. Это гранаты. Это гранаты. Очень красивый. Очень. Так. Сегодня жарко. Ну, как жарко? Так. Терпимо пока что. Потом дальше посмотрим, что будет с погодой нашей. Ой, девочки, мы сегодня столько дел. Надо поехать и туда, и сюда. Когда я все это успею? Ну, одеваться некуда. Надо, Федя, надо. Девочки, покажу я вам этот комплект, свой шарики, который у меня теперь уже и с кольцом. Сережки. Ой. Тут резкость не хочет наводиться. А вот. Вот, с кольцом. Еще ждет вас кое-какой сюрприз. Девчонки, я сегодня жду посылку от Марияши. Я просто в таком нетерпении, в таком вот, ну, волнении. Там такая посылка мне. Она вчера уже была у нас на главпочтанте. Сегодня я жду в нашем отделении. Девочки, там будет кое-что интересное. Там все интересное, все безумное. Но кое-что касаемо этого комплекта. Я вам потом все покажу. Ой, Марияши, как бы мне дождаться, чтобы посылка уже дошла в наше отделение почтовое. Марияши уже свое получила. А я вот чуть с опозданием, буквально на 2-3 дня. Ну вот, вот этот комплект мой. Он очень красивый. Так его никто и не захотел. И очень хорошо. Потому что было ожерелье и серьги. Я решила его с этими серьгами все-таки компоновать, не с висюльками. И появилось у меня уже и кольцо, и другие серьги к нему. Еще кое-что появится. В общем, все увидите. Девочки, продолжайте тему Грузии. Покажу я свой минанкари, мои цветы. Тоже как-то я очень была удивлена, девочки. Ну, серьезно, что этот комплект не ушел. Поражена просто. Но тем лучше. Он остался у меня. Я его активно очень ношу. Он невероятный. Невероятный, девочки. Я по его поводу столько комплиментов услышала. Серьезно, совершенно посторонних людей. И дело даже не в комплиментах. Дело в том, что комплект просто... Мастер просто молодец. Тот, кто его... Выполнил, да? Посмотрите, здесь же еще видите, как вот... И еще такая здесь радужная идут, такие оттенки. Очень красивый комплект. Ну, и так. Мой минанкари. Сейчас я его положу. Смотрю в камеру и неудобно. Так, девочки, я ваше время отнимаю, возможно. Ну, простите меня. Великодушно. Так, что у нас дальше идут? Давайте тему цветов продолжим. Покажу комплект свой с цветами тоже. Любимейший просто. Вот этот. Очень он мне нравится. Там была не очень приятная с ним история. Но, тем не менее, я вот как его увидела, я его купила. Я ни разу не пожалела. И хорошо, что все-таки я решилась на покупку. Я очень довольна. Очень-очень-очень. Этот комплект поедет со мной в поездку однозначно. У нас к концу месяца планируется поездка, семейный отдых. Мы едем большой-большой компанией. Цыгане шумную толпой. Вот. И я пока в раздумьях, что мне взять с собой из украшений. В принципе, с гардеробом я практически определилась. Ну, так, есть еще какие-то у меня сомнения, какие-то там за-против. Украшения уже буду тоже компоновать туда дальше. Но вот этот комплект однозначно я беру без всяких но. Вот не знаю, почему. В поездку он у меня просится просто. Это уже как бы дело решенное. Он огромный, роскошный. Смотрится невероятно в надетом виде. Видите, очень мне нравится, очень. Опять видите, очень-очень, но я предупреждала. Так, следующим покажу комплект с мистик топазом. Ой, извиняюсь. Насчет него у меня тоже есть сомнения. Ну, как, 90% что я его с собой возьму. Я посмотрю. Если я возьму ту одежду, которую я планировала с этим комплектом носить, то да. Вот насчет одежды я еще немножко сомневаюсь. Хотя он подойдет под все этот камень, под любой наряд. Ну, я хотела с чем-то определенным. Посмотрим. 90% что мистик тоже со мной поедет. Вот здесь, конечно, ну... Что-то не хочет он во всей красе показываться. Как-то он тут капризничает. Тоже большой, очень крупный комплект. И в пир, и в мир, и в добрые люди его можно носить совершенно спокойно. Ну вот. Ну, что-то резкость вообще. Это вот украшения на заднем плане. И, наверное, все-таки надо их убирать. Когда я снимаю сторонку, чтобы фокус... Ой, 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 ой. Чтобы фокус держался. Как я не люблю, когда комплект вот так на камне переворачивается. Так, что у нас дальше? Дальше у нас пойдет комплект с Раухтапазом. Недавнее мое приобретение относительно. Я все-таки хочу отдать его Мураду и немножко увеличить его на средний палец. Его размер... Не знаю, мне кажется, он на среднем пальце будет смотреться лучше. Такое у меня ощущение. Невероятный комплект. Тоже камни просто огромные. Сейчас, секунду, девочки. Солнышка такого нету, а то... Вот мои Раухи долгожданные. Сколько я хотела Раухтапазы. Протру чуть-чуть, секундочку. Сколько я их хотела. Сколько хотела. Наконец-таки они у меня есть. Абсолютно простая здесь оплетка. Вот. Не хочу показать камень, и не получается. Ну ладно, в общем. Ограненный комплект. Ну, просто прелесть. Осенью буду таскать его только так. Сейчас на лето я его считаю чуть-чуть мрачноватым. В том плане, что, ну вот интересно, черные комплекты я могу носить круглый год. Зимой, летом и когда угодно. А вот этот коричневый цвет, мне кажется, он на лето как-то не очень. И я честно, вот к коричневому цвету отношусь, ну так. Ну, ну, браухтопазм мне нравится, нравится, нравится. Девочки, покажу комплект, сделанный Мурадом. Вот. Вот такой. Здесь идет такая чеканка. Посмотрите, как с обратной стороны. Как будто бы лыжная мостовая, да, девчонки, смотрите. Ой. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-красивый он. И крупнейший, прям крупнющий, огроменный. Здесь у нас Оникс, Жемчуг, Раухтопаз, Хрусталь и еще Жемчуг Кеши. Вот такой. Вторая серьга. В общем, как-то вот так. Мурад, конечно, ну, нет слов. Ой, девочки, как я хочу, чтобы он мне серьги сделала уже, чтобы я вам показала этот комплект, который у него сейчас, да, в работе. Сегодня надо будет позвонить ему, узнать, приблизительно, когда вообще мне ждать мои сережки. Потому что браслет с кольцом уже у меня, но я вам их не покажу. Так, девочки, сейчас я покажу вам Умайаловский комплект. Это коллекция Умайал, вернее, бренд, коллекция, бренд Кьюнет, по-моему, коллекция Умайал. Это индийские, индийские украшения с натуральными камнями, с природными. Это коллекция лесная, вот мое украшение. Данного бренда уже не существует. Это купить можно только, если у кого-то с рук. Так что это уже идет такое очень, ну, во-первых, сами украшения у них удивительные, и во-вторых, это уже, ну, такая вещь. Исчезающий вид, скажем так. Девочки, здесь идут голубые топазы и необработанные аппатиты. Вот это аппатиты. Здесь серьги, гвоздики. Нет, я неправильно это сделала. Сейчас, девочки, секунду, я минутку вашего времени еще позаимствую. Покажу все-таки его вот так. Тоже топазы. Топазы, кстати, здесь идут кабошончики. Один только есть вот с огранкой. Так, секунду. Цепочка у него своя родная. Вот. Вот так это все выглядит. Вот такая красота. Это ограненный топаз. Это топазы и кабошоны. А это необработанные аппатиты. Аппатиты, как вы сами знаете, наверное, редко используют в ювелирной промышленности, потому что камень очень хрупкий. Вот. Вот такая вот лесная коллекция. Очень красиво. Такое уже купишь, только если очень повезет. Так. Дальше. Дальше. Осталось всего два комплекта. Сейчас так чуть-чуть поверну штатив. Осталось два комплекта. Это комплект с корундом, который я приобрела буквально вот в субботу в Мирибанхану. Девочки, я искала подобную огранку. Вообще ничего не нашла. Близко даже похожего. Ой. Сейчас. Вот такую двойную огранку, девчонки, я искала в интернете. Выходят разные варианты, но вот именно вот такого плана мне не попалось. Возможно, вы знаете, мне подскажете. Мне очень интересно. Я впервые вижу на одном камне два вида огранки. Вот честно. Не знаю. Может быть, это не такая уж и редкость. Но мне не встречалось. Вот это зеленый корунд. Я комплект уже надевала. Вот интересно. Есть комплекты, покупаешь, они как-то лежат, лежат. А этот сразу как-то пришелся ко двору. Тут же вот в субботу я его приобрела. В воскресенье он пошел на мне гулять по бульвару. Не знаю. Очень-очень-очень я им довольна. Возможно, я его тоже заберу в поездку. Но, скорее всего, да. 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 Так, девочки, остался последний комплект. Это тоже работа Мурада. И это украшение, которое, безусловно... Ой. Посмотри, как не стоит, да. Который, безусловно, пойдет в наследство. Этот комплект я уже определила как такой. Мне кажется, он заслуживает высокого доверия. Оказанного ему мною. Из всех представленных здесь комплектов, знаете, как вот... Какой-то любишь больше, ну как, нравится больше. Какой-то чуть меньше. Что-то носишь больше, чаще. Что-то реже носишь, да, надеваешь. Но вот этот комплект, неважно, с какой периодичностью я бы его не надевала. Это мой безусловный фаворит среди комплектов всех. Именно касаемо комплектов. Есть фаворит среди браслетов, среди колец фавориты, да. А вот среди комплектов это первое место. Пальма первенства у него. Он, ну я не знаю, просто какой-то... Вот волшебный. Я обожаю вот эти детали, которые с Мурадом мы продумали. То, что не захотелось делать. Мне здесь обычные просто звенья, которые держат. Ну, между собой скрепляют, да, вот эти детали. Вот какие-то вот такие штучки, вот эти завитушечки, вот это всё. Настолько мне это всё нравится. Само вот это вот покрытие такое, вот какое-то чернение. Всё, он идеален. В моём понимании это идеальный просто комплект. Мало того, не побоюсь слова, это произведение искусства. Не знаю. Для меня не обязательно произведением искусства является... Допустим, в данном случае украшение, которое, знаете, такое всё прям... Усь-усь-усь, вот прям вот... Точечка к точечке, там черточка к черточке. Нет. Вот так суметь сделать, мне-то кажется, намного сложнее. Я обожаю этот комплект. Просто. В принципе, всё. Я закончила по комплектам, девочки. Вот всё, что у меня на данный момент имеется. Сами видите. Пока как-то так. Дальше будем думать, дальше будем смотреть, приобретать что-то новое. Вот. Всё. Всем хорошего дня. Хорошего настроения, девчонки. Желаю вам всего только самого доброго. Берегите себя и своих близких. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok